Памятник Николаю Павловичу Романову Вошедший в историю под именем Николая I был создан в 1856-1859 годах по велению его сына императора Александра II Памятник установлен на Исакьевской площади в Санкт-Петербурге между Мариенинским дворцом и Исакьевским собором Проект памятника принадлежит архитектору Агюсту Монферрану А скульптором фигуры коня и императора является Петр Клод Открытие памятника произошло 25 июня 7 июля 1859 года Монумент представляет собой конную статую императора 6 метров высотой на пьедестале Николай I изображен в парадном мундире лейбгвардии конного полка Четыре барельефа, три из них работы Ромазанова, один Залимана, расположенные на постаменте Рассказывают о знаковых событиях правления Николая I Восстание декабристов в 1825 году Холерный бунт 1831 года на Сенной площади Награждение Спиранского, собравшего и сдавшего в 1832 году свод законов Российской империи И открытие императором Веребинского моста Петербург-Московской железной дороги в 1851 году Пьедестал памятника украшают четыре аллегорические женские фигуры Работы Залимана, олицетворяющие Силу с мечом Мудрость с зеркалом Правосудие с весами И веру с крестом и Библией Голову фигур является портретными изображениями Императрицы Александры Федоровны И дочерей Николая I Марии, Александры и Ольги Между двумя первыми статуями Находится бронзовый позолоченный государственный герб Под которым расположена надпись Николаю I Императору Всероссийскому 1859 На отливку статуи ушло около 1300 пудов 21,3 тонны бронза Для своего времени памятник считался техническим чудом Это была первая в Европе конная статуя Поставленная на две точки опоры Задние ноги коня Впервые этот прием Был использован при создании памятника Президенту Эндрю Джексону Перед Белым домом В столице США В 1852 году Ранее считалось, что памятник держится За счет точного математического расчета Его центра тяжести И насыпанный в круп лошади металлической дроби Но при реставрации в 1980-х годах Дроби внутри скульптуры не было обнаружено Чтобы уравновесить полую бронзовую статую Пришлось утяжелить круп коня Кроме того, сквозь весь постамент До самого основания памятника Проходят опорные столбы От задних копыт коня После Октябрьской революции Неоднократно поднимался вопрос о сносе памятника Но с ловкой подачей искусствоведов Монумент был признан Шедевром русской инженерной мысли И был помилован К счастью, не были осуществлены И идеи Заменить фигуру императора На Буденного или Фронзе В 1930-х годах Была демонтирована Лишь ограда памятника А восстановили ее Лишь в 1994 году В годы Великой Отечественной войны Памятник Николаю Первому Был закрыт мешками с песком И не пострадал Не легендой, а фактом Является то, что памятник Николаю Первому И Петру Великому Медный всадник Установлены на одной оси Но разделены Исаакиевским собором Говорят, что на следующий день После установки памятника На сгибе передней правой ноги Коня Появилась табличка с надписью Не догонишь Имеется в виду то, что Николай На своем коне Как будто догоняет Петра Первого Вскоре в городской лексикон Вошла поговорка Дурак умного догоняет Да Исааки мешает Петр Великий был кумиром Николая Первого Который во всем пытался подражать Своему прославленному предку Тем не менее Ничего общего Между жандармом Европы И государем преобразователем Не было Александр Сергеевич Пушкин Написал в своем дневнике фразу Ставшую крылатой В нем В Николае Первом Много от прапорщика И мало от Петра Великого Памятник огорожен Великолепной оградой А фонари рядом с монументом По праву считаются Одними из самых красивых фонарей Петербурга КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТОМ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok